Рабочая неделя в Доме правительства области началась с оперативного совещания. О том, что было на повестке дня, расскажет Елена Коржовская. В регионе построят завод по производству пектина. Располагаться он будет в Валуйском районе на территории в 15 гектаров. Пектин будут использовать в фармацевтической и пищевой промышленности, в частности, при производстве кондитерских изделий. Запуск предприятия намечен на 2018 год. В результате реализации проекта будут построены инженерно-технический центр, цех сушки сырья, корпус по производству пектина, склад хранения сырья, склад готовой продукции. Стоимость проекта немалая — более 4 миллиардов рублей. Но, как говорят его разработчики, строительство завода имеет важное стратегическое значение. Сегодня в Россию пектин завозят исключительно из-за рубежа. Предприятие позволит частично решить проблему импортозамещения. Сырьём для производства — это яблочный жом. В регионе проблем не будет, замечают эксперты. К тому же строительство завода — это 120 новых рабочих мест. И порядка 75 миллионов отчислений в консолидированный бюджет области ежегодно. По текущему проекту нашли из положения поддержать. И не допускать никаких срывов его реализации. Говорили на оперативном совещании также о сборе и утилизации ртуцодержащих отходов, в частности батареек и энергосберегающих ламп. Переработкой последних сегодня занимаются два предприятия — в Шебекинском и Волокуновском районах. За 15-й год данными предприятиями было утилизировано 559 366 штук, около 124 тонн, ртуцодержащих ламп. Намного скромнее цифры по утилизации батареек. За последний год собрали у населения и отправили на переработку порядка 50 килограммов. В этом направлении ещё предстоит многое сделать. Население зачастую выбрасывает ртуцодержащие отходы в мусорное ведро. Отсутствие централизованной системы сбора было и остаётся одной из главных проблем. Глава региона даёт поручение департаменту ЖКХ более детально проработать этот вопрос и через три месяца доложить о результатах. Елена Кожовская, Эдуард Горелов, Новости Мира Белогорья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова